Царю небесный, утешителю души и земли, И жили в детстве, и вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю, прииди все вестины, И очистенный, и всякий, и скверный, И спаси Боже души наши. Господи, благослови наше воскресное занятие. Не дай клониться ни направо, ни налево От правильного понимания смысла божественных Твоих изречений. Прибудь с нами в этот воскресный день. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Второе послание Тимофею, Святого Хорстула Павла, 1 глава, 13 стих. Держись образца здравого учения, которое Ты слышал от меня, С верою и любовью во Христе Иисусе. Толкование. Как живописец я написал и нарисовал Тебе икону и первообраз, Чтобы Ты, смотря на него, И Ты по нему живописал такое же начертание моих слов. Имей в себе этот первообраз, И когда нужно будет что живописать, С него бери и живописуй. Ибо в нем все совмещено. Не только через послание, но и устно. Поэтому не будем думать, что имеем послания недостаточные, Так как не все объемлющие, Так как многое апостол преподал без письма. То есть слова мои содержат учения и о вере, и любви, То есть и о догматах, и должной жизни. Нужно ли будет тебе догматствовать о доста должном, Или говорить, или действовать? Оттуда следует тебе все заимствовать. Вопросы. То есть апостол Павел Пишет Тимофею и убеждает его, Чтобы вот как я тебе передал, Так и ты держись этого учения. Сегодня Насчитывается Боюсь называть цифру Многочисленное количество Секти толкований, Которые, хотя и внимательно читают, Изучают Библию, Эти же места читают, Но не обращаются к первообразу. Когда вы их спрашиваете, Когда вы возникли в вашем учении? В каком веке? Когда были Баптисты, Пятидесятники 15, 14, 13, 12 века? Назовите имена. Мы можем православных назвать. Всели великие, Григория, Богоспод. Все эти имена. Известные Амзл, Толуцкий, Филат Болгарский, Который Истолковал нам это Послание. То есть мы православные Держимся этого первообразу, Вот как нам Заповедовывает Апостол Павел. И храним это. Дальше. И кроме еще Божественных Писаний, О чем вам отвечаются все диктаты, Мы по Писанию. А смысл все извращенный. То есть смысл Передавался, Смысл только сохраняется в Церкви. В Церкви Христовой. Истинный смысл. А все, что вне Церкви, Там все искажен смысл. Второе Тимофею Первая глава 14 стих. Храни добрый залог Духом Святым, Живущим в нас. Толкование. Соблюди заповеданное мной тебе Относительно веры и жизни, Или дар, который ты принял, Как и выше он сказал. Но как ты сохранишь? Не человеческой силой, Но Духом Святым, Который живет в нас Через крещение. Если мы сохраним его, И не отгоним дурными делами, Сохранит и он нам все, Что мы имеем от Бога. Итак, Почитесь, Сохраните. Духа и он сохранит тебе завещанное. Если Господь не охранит города, Напрасно бодрствует страж. Псалом 126.1 Второе Тимофея 1.15 Ты знаешь, Что все осийские оставили меня В числе их Фигел и Ирмаген. Толкование. Апостол указывает на искушение Не с тем, чтобы поразить ученика, Но чтобы более убедить его, Чтобы в случае, Если и саму верится К подобным искушениям, Не думать, Что он испытывает что-либо необыкновенное. Но спокойно переносить. После того, Как апостол был взят под стражу Нероном, Его оставили все осийцы, То есть, Живущие в Риме, Люди из областей осийских. Вот как и в былые времена, То есть, Были люди, Которые оставляли, Но ходили По разным причинам. Здесь причина указывается, Что апостола Павла посадили. И из-за страха, Что им грозит такая же участь, Многие предали его. Вот осийские такие были. Причем все написаны. Живущие в Риме. И далее апостол Павел пишет, 16 стих. Да даст Господь милость Дому Анисифора За то, Что он многократно покоил меня И не стыдился уст моих. Полкование. Посмотри на любомудрый апостол. Он не укорил тех, Кто его оставил, Но просто указал на случившееся. За того же, Кто позаботился о нем, Он молится, И не только за него, Но и за весь его дом. Так они были добродетельны, Так воспитал их Анисифор. Как какого-нибудь ротоборца, Изнемогающего от жара, Он удостоил меня успокоения Не однажды, Но много раз. Так должно поступать и нам. Всегда и во всем помогать тем, Кто занимается чем-нибудь добрым. Таким образом, Мы будем участниками с ними в наградах. Не говори мне о Павле. Павел хотя бы и не имел никакого помощника, Остался бы непоколебим. Но может быть, Кто-нибудь другой не выдержит, Если не будет иметь защитника. Итак, Если окажется кто-либо такой, Кто помогает ему и заботится о нем, Очевидно, Что он участвует в победе. А если в победе, То и в венцах. И на войнах, В древности, Те, кто оберегал оружие, Наравне с воинами, Делили добычу. Везде говорит о стыде, А не об опасности. Ободряет Тимофея, Что опасности будто бы нет. А только один стыд. Однако, В действительности была и опасность. Нарон был возмущен против Павла, За то, Что он обратил кого-то, Из домашних его. Действительно опасность была, А не только один стыд, Что могли их всех пересадить. Сегодня небывалая свобода в России. Свобода в том плане, Что мы можем свободно проповедовать Слово Божие, Говорить о Христе, И обращать в свою веру инакомыслящих. Этой свободой нужно пользоваться. А то получится, Как встреча за копотом таланта. Бог дал, А мы не приумножили, Не привели душу. Братья потеряевки, Игорь в тайге, И на благовестие уже не ходим, И никого не приглашаем, Разленились. Такое вот болото у нас, И все. Господь-то спросит, Скажет, Ленивый и лукавый раб, Я дал тебе это время, Эту свободу. Ты не воспользовался, Сколько можно было бы Обратить людей? Как Златоуз говорит, Город не верующий. А у тебя вера имеется, Что ж ты ее не приумножил? Ораться нужно. Интернет для этого, Бог. Там не только одна пакость, Можно, Сколько вот людей Через интернет приходят, Через эти вот ролики, Смотрят, Я вот сейчас общаюсь С Мариной, Которая все лето в лагере была, В детском православном, Сергеева. Из Новокузнецка. Два ролика, Она нет. Что? Не из Абакана. Не из Абакана. И не из Новокузнецка. Она из Зеленограда. Чем? Из Зеленогорска, да. Вот. Два ролика всего, Она посмотрела, И сердце расположилось, И приехало, И утверждает, Что лучшего места Для спасения души, Чем потеряя, Сказала, Община нет. Ну, может, Ей наша еще община Конкуренцию создать. Вот. Может быть. Второй Тимофей 1,17 Но быв в Риме, С великим чанем Искал меня и нашел. То есть, Вот этот Анисифор, Он не просто там Его как бы это самое Не стыдился, Но прям искал И не боялся, Что его тоже могли бы Преследовать, И его и посадить могли спокойно. Однако, Ни стыда, Ни страха не было, А только любовь К Слову Божию, К Павлу, Который это Слово проповедовал, И, видимо, Благодаря Павлу Обратился, И было ему Очень благодарен. Так же и нам надо было Это заповедь Возлюби ближнего Своего, А потом просто Кто твой ближний? И Господь растолкует, Приводит притчу, Помните, О Самарине. Один прошел, Другой прошел, А третий поднял И привел его В гостиницу, И дал два динария, И растолкует. Гостиница это церковь, А два динария Это Ветхий Новый Завет. То есть нужно Вот этих людей Обязательно любить, Которые вам Показали путь В церковь И дали Вот этот Ветхий Новый Завет. Это духовные отцы наши, Наставники, Через которых Мы обратились И заповеди, Их любить В первую очередь. Есть другая заповедь, Не любите мира, Не того, Что в мире. Кто любит мир, В том нет любви очень. А сегодня все смешалось, Мир, Церковь, Трупы, Кони, Как пишет Палерматов. Вот. И это все печально. Печально. В церкви Такие безобразия Творятся, А пастырям Как бы Они Нету вот этого Оглашенные языдики Не исполняются. Нету вот этой вот Чистоты. Все. Все вместе. И мир, и церковь. Даже есть Такие захожане. То есть Зашел Услугами Попользовался церковью. Церковь Как-то Она такая Оказывает И сумму Какие-то Алло. Да все, Все нормально. Я приеду. Давай. Да, да, да. Второй Тимофей 1.18 Да даст Ему Господь Обрести Милость у Господа Вон и день А сколько Он служил Мне в Эфесе Ты Лучше Знаешь Толкование Анисифор Говорит апостол Оказал мне Милость Поэтому Да получит Он воздаяние Страшный день Тогда Нужна Многое Милость Всем Даже Святым Если Анисифор Подвергавший Себя Явным Опасностям За креста Милостью Будет Спасен Не тем Ли Более Мы На это Место Ссылаются Зараженные Макрианитовой Ересью Говоря Итак Два Господа Отнюдь Нет То есть Почему Два Господа Не говорю Еще раз Повторю Слушайте Да Даст Ему То есть Анисифор Господь Обрести Милость У Господа То есть Господь Даст Определить Один Господь Даст Милость Обрести У другого Господа Была такая Ересь Что Два Господа И вот Толкователь Говорит Нет Не два Господа Отнюдь Нет Один Господь Как и сам апостол Павел говорит в другом месте, Ефесянам 4.5. Это выражение обыкновенно употребляется в Священном Писании, как, например, «И пролил Господь огонь от Господа». Бытие 19.24. Это не значит, что два Господа. Господь пролил огонь от Господа. Казалось бы, масло масляное вроде как бы. И вот на этом вот ересь такая вот возникла. Так и в этом месте. Если принять, что здесь обозначается как Отец, так и Сын, то в этом нет ничего страшного. Не надо забывать, что один Господь, но ипостаси три. И поэтому сам Христос, когда спрашивал, за кого посчитают меня люди, и говорил, а как же, Христос сын Давидов, а как же, Давид говорил, «Сказал Господь Господу моему, сидя здесь, но именно так, чей он сын?» Как же? Вы говорите, что Христос сын Давидов? А он им хотел доказать, что Христос – это Господь. Намекал на свое божество, а они не верили. Как Отец Господь, так и Сын Господь, и Дух Святой Господь, но один Господь, являющийся в трех лицах. Заметь, апостол не сказал, додаст ему Господь что-либо другое, но милость. Он привык, говорит, к добрым делам. «Ни один раз сделал мне добро, но и в Эфесе, и в Риме таким и должен быть христианин, всегда творить добро всю свою жизнь». Второе послание Тимофея, вторая глава, первый стих. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». «Что ты говоришь? Ты сказал, что ты связан, что все покинули тебя, и как будто не сказал ничего страшного, присовокупляешь и так, укрепляйся, сын мой. Да, по тому самому, что я нахожусь в вузах, ты еще более мужайся. Ибо если бы я, твой учитель, не терпел этого, то тебе, может быть, можно было бы падать ухом, но так ты по молодости и неопытности подвергался бы опасности. Ныне же немалым для тебя утешением к мужественному перенесению возможных бедствий служит то, что я и сам терплю их. Что бедствие происходит естественно, а не от твоей неопытности. Вообще же, всякий, меньший, в каком-либо отношении подверживаясь опасностям, великое получает утешение, когда видит в таком же положении и большего сравнительно с собой. Видишь, с какой отеческой любовью он предлагает ему свое вещание, говоря, «Сын мой, если ты сын, то подражай отцу, укрепляется не одним только моим примером, но больше всего благодатью Христовой. Ее имея с поборницей, через нее мы получили власть наступать на змеи-скорпионов и на всякую вражескую силу, и не терпеть никакого вреда». Вопросы есть? То есть, вот он его укрепляет, и действительно, казалось бы, вот, отца духовного посадили, и начинается брожение, смятение, а может быть, зачем мне это надо, меня посадят тоже. Но апостол ему пишет, «Мужайся, укрепляйся, меня посадили, и тебя могут посадить, но ты мужайся». Они не просто так мужайся, но в благодати Христом Иисусом. Благодать. Посадили – это благодать. Игнать Пихонич рассказывал, «Посадили – благодать. А где бы я бы еще их собрал? Вся тюрьма приходит и слушает меня. Где бы я их по городу бы насобирал? Всех в одном месте, чтобы меня слушали. В одно и то же время все сидят и слушают». И Писание говорит, «И поведут вас в темницу для свидетельства им». Да, чтобы вы засвидетельствовали. Второе Тимофею 2.2. «И что слышал от меня при многих моих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Вот о чем мы сегодня говорили о закопанных талантах. «Передай способным, чтобы те могли и других научить». То есть такая категория людей говорит, «Я все понимаю, но пересказать не могу». Ну, вот какое-то вот. Ну, как не можешь? Как это? Значит, ты либо не понимаешь, либо его что? Либо что получается, лукавый раб таланта закопал, ты жестокий, требуешь того, что не дал мне Бог таланта пересказывать другим. Что ты меня вроде как давишь на меня? Что ты меня на это благовестие толкаешь? У тебя вот есть дары, а у меня другой дар. Мне кажется, это лукавство. Бог всем дал дары одинаковые. Ну, правда, различные дары, но Господь всем сказал, «Идите научите все народы крестяек». И миряне проповедовали, не было таких как бы отдельных. Были отдельные личности, у которых был особенный дар. Как бы там дар слова, красноречие, донести, растолковать. Ну, а свидетельство бесноватого и Господь исцелил. Какие у него там дары-то? И он пошел. Можно, говоря, Господь с тобой, иди в город, иди говори. У него не образование, ничего. Ну, бесноватый, это по-нашему, он скажет, он дурак. Дураки идут, благовестуют, а мы умные сидим. Отговорки у нас всякие, откоряки. Болеет, болеем, то что? Нальменно. А вот в псалтере, забыла, какой псалон написано, сам Давид пишет, говорит. Я веровал, потом уговорил. Я верую, потом уговорил. Да не Давид, это в Новом Завете. Ну, это в псалтере написано, они, если я, ну, обличаю их, они сразу враждуют со мной. К войне. Да, они к войне. И я веровал, потому уговорил, потому что веровал. Поэтому у человека нет веры, чтобы ему благовествовать. Знает, а веры нет, и он не может благовествовать другому, потому что он еще сам не вошел в это. Я веровал, потому уговорил, когда мы веруем. А когда не веруем, как говорить, что, о чем ты не веруешь? Ты, может, умом принимаешь, а веры нет. Да. Да. Может быть, да, маловерие, действительно. И Господь укорял учеников своих за маловерие. За неверие. Или за неверие. Совсем неверие, скажем. За неверие. И мы молимся, поэтому укрепилась вера. Да. А мне вот еще насчет веры слова немножко непонятные. Из Евангелия. Господи, помоги моему неверию. Вера. Как неверию помогать? Надо вере помогать-то. А потом, когда начинаешь отмышляться, действительно, нездоровый имеет нужду у врачей, но больные. То есть, нужно не веру лечить-то, а неверие. То есть, помогать неверию, чтобы его не было. Вот в чем помощь-то. Чтобы он неверующим остался. Помоги мне из неверующего стать верующим. Но он же сказал верую, Господи, помоги моему неверию. То есть, на какой стадии веры он? На низшие самые. Помоги мне неверию, чтобы я не верю. То есть, самая малейшая надежда, что Господь его исцелит, у него была. Но если Христос сказал, если бы у вас была бы вера с горчичное зерно... А у нас и этого нет. Мы его и горы перестали. Тоже мне эта притча нравится. Одна бабушка у нее гора была, загораживала помидоры. Она молилась, Господи, ты сказал, что и горы, если сделай так, чтобы гора утром и солнце на помидоры светило, чтобы они спели. Утром посыпается, гора как стояла, так и стояла. Я так и знала, что ничего не будет. Вот и вся вера. То есть, она молилась, просила, но в душе у нее сомнения было сто процентов. Вот и не верила. Того не верили, чтобы не было у нас. Раз верил. Ну, толкователи нам говорят, что горы переставляют. Гора – это высоко. То есть, ищите горнего, то есть, высокого, божественного, земного. То есть, ум высоко находится. Ноги низко. И, то есть, Господь может ум переформатировать. То есть, думал так, думал только о своей выгоде, а сейчас думаешь о ближних, о других, о том, как бы других спасать грехов. Но и о ногах тоже сказано. Как прекрасно многие благовествующие. Мир благовествующий, благое. Мы тело, кто-то ноги, кто-то голова, кто-то руки. Мы все единые. Кого-то, да, одни таланты, кого-то другие, но и всех их нужно непременно развивать. Прибыль, чтобы была. Господь жестокий. Жнет Денисеева. Мы это знаем. Поэтому и убояться нужно. Он спросит с нас. Сидели? А нас-то седело. Сколько нам дадено, то есть, нас-то спрос будет больше. Поэтому воздохнем. Об этом помолимся. Второй Тимофею 2.2 И что слышал от меня при многих свидетелях? Так, это я сказал. Три уши. Так, но я не дочитал тут толкование. Чтобы способно и других научить. Толкование. Что ты слышал, не то, до чего сам исследованием дошел, ибо вера от слышания. Слышал же ты не тайно, а открыто в присутствии многих. Под многими свидетелями некоторые разумеют закон и пророков, ибо слово мое было из свидетельств Писания. То есть, он ему говорит, причем здесь свидетели с большой буквы почему-то написано. То, что слышал от меня при многих свидетелях. Свидетели это не просто те, которые рядом с ними были. Может, он ему один на один столкового писания. А свидетели это пророки, которые в Ветхом Завете были. Вот как. Не говорит, скажи, но передай, как бы о сокровище. Передай. Слова это как бы сокровище, это учение. «Ибо что передается, сохраняется в целости». Главное еще в целости, то есть смысл передать то, Господь. Он же и книжников, и фарисеев Господь обличал. Они читали книжники, у них были писания, но смысла не понимали. Христос пришел, а они его другого представляли. Они думали, что придет освободить их от гнета римского. Описание ведет смысл, я освобожу вас от гнета греха. Все, они ждали патриота такого-то, а пришел на слег, какой же он патриот даже, и говорит, «Меч вложи в ножны, кто будет брать в плен, сам пойдет в плен». Да какой же это ибо что передается сохраняется в целости. Через это апостол делает своего ученика более внимательным. Далее он говорит, «Верным передай». Верным, не таким, который искусны слагать силогизмы и сплетать совопрозничества, но таким, в коих можешь быть уверен, что они не окажутся предателями завещания. у многих сектантов они очень красиво говорят, речь поставлена, эмоционально, люди плачут, смеются, видно, что их захватывает. Толкователь говорит, что главное, это не вот эти силогизмы слагать. Что такое силогизмы? Кто знает? Никто не знает. Ну, по смыслу, что это что-то такое красивое такое вот. Красивые слова. Красиво отобрать эту информацию. Красиво говорит. Причем, много они могут говорить, а не о чем. Я слышал таких проповедников. Как Горбачев. Как Горбачев, да. Два часа говорит, а что хотел сказать. Но красиво. Процесс пошел. Процесс пошел. Главное начать. И вот апостол Павел говорит, ты верным передавай. А кто такие верные? Которые не окажутся предателями завещания. То есть он завещает одну веру, а передает другую. веру. есть это уже предательство. Сектанты они все предали вот эту истинную православную веру. Они стали передавать другое ересь, заблуждение. А истинную веру они хулят. Как хулят? Иконы идолы. А кто вам такое сказал? Это священное изображение, которое приводит к Богу. Бесполезно. Закрыто. и все. И дальше храмы не ходить не надо. Господь разрушил храм. Выглядит храм Бога живого. Теперь не надо храмах Таня святый вот этот большой кувшин туда подальше. Я боюсь, что его на самом краешке придут. Дальше толкователь читает. Что пользы, если принявший, хотя и верен и все принимает без совопросничества, но другим передать учение не может? Или если он хотя сам и не изменяет учению, но других такими же сделать не может? Вопрос что пользы? Если сам уверовал, другим не можешь передать. Нет никакой пользы. Нет. Сегодня опять же притча о талантах. Сколько раз мы занятия проводим и как у Бога все вымерено. Именно в этот день мы разбирали и здесь толкование. Там говорится что толку? Лукавый раб, где будет плач скрежет зубов, таланты закопал, другим не передал, не преумножил. Вот насчет преумножения с мамой тоже рассуждаем. Она деньги это в банке у нее и проценты капает. А я специально отключил, чтобы проценты не капали. Вот. я говорю мам, это же грех на проценты жить. Надо же как Господь завещал трудись своими руками. Это не твоими, ты положила как. Она мне сразу у нее отговорки по Писанию. Ну как, Господь же с прибылью просит, ему же прибыль нравится, чтобы прибыль была. У меня прибыль. Так она пусть из процентов тоже платит десятину. Получила там пятьдесят тысяч, пять тысяч платят десятину. И все. Ну как и пенсию нам перечисляют. И там проценты мы снимаем. Конечно, пользуемся, мы снимаем. За месяц. 0,1% встанет. Понимаете, вот в рост давать деньги это грех. Да. То есть допустим я дал тебе край нужный, я тебе даю, но ты мне 10 тысяч дал, но ты мне через полгода сдашь 15. Это грех. С чего ради? Ты дал 10, через полгода. Но если инфляция, то ты допустим дал 20 булок хлеба ему сегодня, он тебе 20 булок хлеба должен навернуть по курсу как говорится. Это по совести. Тогда они стоили столько-то, а сейчас я на эти деньги ничего не могу и одной купить не могу. Твоя же мама не дает деньги в рост. Дает. Дает. Она это прекрасно понимает. Она держит его в банке и как бы что это не дает в рост? Это и есть дача в рост. Она десятину платит не платит даже даже если платит с этой десятину в рост давать деньги грех. Она никому их не дает. Давайте я буду воровать и платить с этого десятину. Это не будет грехов на банке их допустим перечисляет перечисляет они остаются там вот на пенсионном фонде где от пенсионных 3,5% всего. Деньги в рост давать грех. Конечно грех. Не давайте а я не даю это банк мои деньги дал в рост в процент. Там же говорится людям давать в рост нельзя. У тебя в долг попросили деньги люди ты даешь в рост ну а в банке деньги положил ну а как инвестиции называются. Смотря может быть как она положила может быть это специально вот там где большие проценты где большие проценты банк берет деньги не просто так он эти деньги вкладывает в какое-то предприятие от чего имеет доход и делится потом этим доходом с твоей мамой. Потому что она никогда положила эти деньги инвестировала эти деньги. Они работают они другим людям помогают чтобы что-то выполнить. Это не в рост это не то это она не соседке же в рост дала. Евангелие напит люди чтобы в рост не давали. Я у тебя попрошу а ты мне говоришь ты мне вот с рост скомпенсируешь потому что инфляция еще что-нибудь другое как вот Игнатий тоже сказал как мы любим все на проценты жить трудиться никто не может у нас никто на проценты не говорит а ты маме сказал что ты отключил проценты да или нет конечно да она знает что я на проценты жить не но ты не живи но это он не понимает мне сколько предлагают вложить и вложить а что я буду вкладывать пенсионеры вот у меня даже обычная сберкнижка и на остаток начисляется там я не знаю какую копеечную пять копеек начисляют там 25 рублей ну это вот можно отключить можно отключить как ты это условие вклада как ты его отключишь например на смерть как говорим люди же откладывают и что теперь не откладывают не откладывают Она придет в любом случае. Как не откладывают? Ну понятно, похоронят. Но если человек откладывает это, я считаю, очень умный поступок. А не то, что внезапная смерть пришла человеку, а ты не знаешь, родственники сбились с ног. Сейчас похоронить-то, как свадьбу сыграть. Дело в том, что умирает в основном или очень поздно, или очень рано, или ночью. Днем вот редко кто умирает. И поэтому ночью сразу же приходит вот это из похоронного, и надо сразу рассчитываться. А вот хорошо, если у бабушки спрятано вот здесь. Вот у моей было, она помаленечку прямо откладывала там вообще копейки. А когда раз случилось, как обрадовались мы прямо, что это вот можно сразу рассчитаться. А то жди, когда там это. Да раньше даже гробы себе заказывали заранее, лежали там на чердаках гробы, и ничего. Это предрассудки прям какие-то, заранее нельзя. Я считаю, наоборот, человек даже тем самым позаботится о своих родственниках. После 70 лет уже нужно ждать сверху. Да можно пораньше ждать. Можно и пораньше. Всем помирать уже. Всем. Да, ну 70 лет. Ну доживете до 90-ти, слава Богу. Да, я тебе столько. Сколько вам лет? Мне? Ага. Молодая. Что польза, если принятший, хотя и верен, и все принимает без совопросничества, но другим передать учение не может, или если он, хотя сам и не изменяет учение, он других такими же сделать не может. Что польза? Тут еще говорится о совопросниках. Кто такие совопросники? Это которые задают вопросы, на которых нет ответа. Они задают с той лишь целью, чтобы слушателей направить на то, чтобы они не верили говорившему. Вот и все. А это называется совопросники. Это же пример сейчас сложно сразу привести. Но понимаете, о чем речь говорит? На занятия к нам ходила женщина, она специально противостояла. Неудобные вопросы задают, на которые отвечать ей не нужно. То есть, он вопросы задает не для того, чтобы узнать истину, а для того, чтобы сбить с толку слушающих, чтобы не верили говорящим. Далее. Поэтому, далее, вот выделено жирным шрифтом, на эти слова будет Игнать Тихович комментарий на сегодняшний день делать. Дальше Феолакт говорит. Поэтому, учителю, необходимо иметь два качества. Быть верным и учительным. Два качества. Можно быть верным, но не учительным. А можно быть учительным, как сектант, но неверным. Понимаете? Поэтому, вот, мы счастливы в этом плане. У нас и вера правильная, истинная, и учителя у нас есть. И нам самими нужно научиться быть учительными. Не бояться, что нас там... Учителя просто учительные. Да, здесь написано учительным. То есть, написано так же, немногие делайтесь учителями. Вот, то есть, не берите на себя такую вот непосильную ношу. А учительными быть мы все должны своим примером, во-первых, мы должны учить. Своими делами. Да, учить боговедению. Вот, вчера буквально вел занятие. Одна собака, у нее психическое расстройство, она нервная-нервная. У собаки? У собаки. Она кидается. Вот, говорю, гуляй, все гуляют, бегают. Это и надо на кого-то кинуться, вцепиться обязательно. Тося? Не тося. Не тося. Не тося. Не тося. Не тося скульная. Нет, у меня в группе-то. И вот мы ее учили палочку в зубах держать. Все держат палочку в зубах. Это вот ни в какую-то, и зовется, и все. Все, она уже потом, она такая, Господи Иисусе, я это только сказала, и я такой подошел, погладил, перекрестил палочку, вставил, смотрю, держится. Она, наконец-то, вроде, говорит, вот видишь, призвала, говорю, имя Господа, и все сразу. Да, да, она, все как-то вот так вот, смотрю, она заулыбалась, так, говорю, ну, она признает, что у нее собака немножко, это, вот, говорю, бесы изгоняются только молитвой постом. Ты вот помолилась, говорю, вот, сейчас осталось еще пост, и все, я там проповедую, в группе иногда, так все. Конечно, неверующие люди, но, однако, стараюсь. Я верю, что и собака может быть бесноватой, раз Христос изгнал бесов свиней, почему бы он не может из человека изгнать собаку какую-то? И людей сейчас очень, в последние времена, написано, во многих охладеет любовь, то есть злобные, и собаки в последнее время психованные, злобные, нормальных собак найти осень, чтобы она была и смелая, и охранная, и, как бы, и пользу приносила. Обычно злобно-трусливые какие-то, вот, пользу не приносящие, как-то, в какие расстройства. Ну, их и заводят-то, разве для пользы приносящие? Да, такие же, как бы... Нет, я имею в виду, что их заводят-то для забавы же. Ну, да. Не для охраны, например, не для пользы. Так и воспитывают, они такие и есть. Ну, да. Ну, да. В таинственных вещах, которые должны быть переданы верным и учительным. То есть, Фифилак нам говорит, что это дело особой, отдельной касты. Благовестие. То есть, он говорит еще раз, очевидно, что распоряжение такое делается ему относительно пресвятеров и епископов. То есть, Павел Апостол пишет Тимофею, чтобы ты передавал верным учения, которые были бы способны и других научить. Здесь Фифилакт говорит, что не всякий способен других научить. Очень-очень. Всегда должно приносить прибыль, и души будут обращаться. Если не через священника, то через мирянина. Если не через мирянина, то через ослицу. Не через ослицу, то через собаку. Как-то Господь здесь делает. Итак, комментарии на слова Фифилакта еще раз повторю. Поэтому, учителю необходимо иметь два качества. Быть верным и учительным. Учителю быть учительным. Тоже как бы масло масляное. Итак, разбираемся. Святитель Тихон Задонский говорит. Поучать нужно о самых важных для спасения потребностях. Коротко, ясно, просто и понятно простому народу. При каждом учении должно быть краткое нравоучение на ту же тему. Учение нужно подтверждать священным писанием и толкованием святых и богоносных отцов и учителей церковных. Пояснять образами и историями, примерами и доказательствами. Высоких богословских вещей можно касаться, если случайно возникает необходимость. И то со всякой осторожностью. Везде нужно иметь предосторожность и крайне беречься от преткновения и соблазнов. Цитата закончена. Чтобы понять, что сегодняшние пастыри не знают Писание и не знают толкования блаженного Феофилакта, побеседуйте с ними в присутствии человека, знающего и то и другое. Вы в этом убедитесь в течение одного часа. Перед каждой проповедью, перед каждой беседой, каждый христианин и тем более священник должен просить Бога в молитве о том, чтобы... Далее кавычки открываются и берется цитата свидетеля, простите, Феофилакта Болгарского. Слово мое было из свидетельств Писания. Поэтому учителю необходимо иметь два качества. Быть верным и учительным. Верным Богу и Его Слову, выраженному в Священном Писании, а не вымыслом человеческим. Господь говорит, пастыри отпали от Меня. Иеремия 2.8. Пастыри сделались бессмысленны. Множество пастырей испортили виноградник. А они хвалятся ризами, дипломами, митрами. И видели бедственнейшее положение этих пастырей только один.